Ее улыбка поднимает настроение окружающим, но что скрывается за образом счастливой женщины? Ее правда жизни, предательство и подлость, фотосъемка, профессия или способ скрыться за объективом? Готовы ли ответить на вопросы, которые многих могут шокировать? В тишине сегодня Юлия Гирько. Юлия, добрый вечер. Рад тебя приветствовать в этой студии. Один из самых позитивных, веселых, улыбчивых, творческих людей города Павлодара. Красиво сказал про вас? Ой, красиво, спасибо. Так оно и есть? Или это все-таки маска? Нет, это не маска. Нет, конечно же, во мне не одна субличность, которая всегда улыбается. Я могу и погрустить, я могу и поплакать. Особенно, когда себя жалко, это же просто грех не поплакать. Но натура действительно позитивная. То есть утром проснулась, а вот, к примеру, ну это было не так давно, вроде бы солнце, солнце, и раз, слякоть, снег, все обледенело, проснулась. И эту погоду нужно тоже принять. С каким настроением? Принимаю хорошо. Научилась. Научилась все практически принимать с позитивом. Вот прям учила себя этому. И сегодня я в 5 утра с собачкой вышла гулять. Я радовалась снегу, я радовалась ветру. Как-то вот умею это делать, честно. Ну 40 лет, вот на твой взгляд, недавно буквально, да, исполнилась? Да, да, в августе. В августе месяце. В этот момент, когда он случился, этот возраст, что подумала? Я скажу, я раньше воспринимала, 40, это же тетеньки, как я, девчонка, могу быть тетенькой. Но изменить я не могу ничего, поэтому и переживать по этому поводу тоже не пытаюсь. Вот, то есть, если там, допустим, какие-то вещи я могу изменить, да, там, лишний вес, там, или еще что-то, то да, я за это переживаю, я как-то комплексую. Возраст, единица уже, ну все, вот оно есть и есть. И я себя достаточно комфортно чувствую в своем возрасте. В своем возрасте или внутренне все-таки, а мне 25? А мне 25, но я себя, ну, у меня есть прекрасная семья, у меня есть любимая работа, я считаю, что к 40 годам у меня есть то, что мне нужно было, то, что я планировала изначально, хотя, честно говоря, по-моему, не планировала ничего. В юности я жила так, по течению, вот. Вот, и у меня есть друзья, потрясающие друзья. Так все хорошо, но внутри душа, да, ну так она и в 90, может быть, на 25. Ну дай бог тебе этих лет, безусловно. Так вот, Юля, судьба тебе нашла? Ты говоришь, ну, все-таки я ее не строила, да? Судьба нашла, люди просто мне как-то свыше давали людей нужных, вот, и в работе, и в семье, и как-то вот все. Ну, изначально я родилась в семье, где вот хорошо, мне всегда дома было хорошо. У меня прекрасные родители, чудесный брат, я их обожаю. И всегда мне было дома хорошо, а может, потому в лет 30 замуж и вышла, что... Что все было так хорошо? Да, мне не хотелось из дома никуда выходить. Вот и все. А в 30 ты считаешь, это поздний брак? Ну, думаю, да, но мне было комфортно, то есть я не считала мне, когда, там, годам к 29 родственники, ну, ты хоть для себя роди, я говорю, да я не для себя рожу. К 29 годам я поняла, что вот теперь я готова выйти замуж. Все, я вышла замуж. По любви? Да. И двое детей замечательных. Трое? Двое, мальчики-двойняшки, да, насколько я понимаю. Мальчики-двойняшки, 5 лет, да, и девочка 9 лет. А мне показалось, что твоя дочь на какой-то определенном, может, что девочка место в твоей жизни занимает, ты даже посвятила название своей студии. Так получилось, что мы когда с мужем познакомились, у меня уже была маленькая студия, но когда вот мы начали встречаться, он мне делал большую студию. Надо было дать название, вот. Вот, а я как раз была беременная. Ну, у нас получилось, что и студия, и ребенок в один момент. Родились. Фотографироваться. Многие ушли потом с животики с есениями. А, то есть влюбились в это имя, да? Ну, да, ну, красиво. Ну, здорово, здорово. Сейчас у нас много есений в городе. Общий старш все-таки большой, да, фотографии. Вообще-то вот действительно судьба выбрала тебя, потому что то, что жизнь тебе дала, возможно, общество, это первую профессию теплоэнергетик, да? Я правильно... Ну, а надо было куда-то поступить. Экономическое еще есть образование. Да. Это вот общество, я так предполагаю. Ну, у меня просто, когда 17 лет, родители на пенсии, денег не было вообще. Надо было поступить куда-то, куда я 100% поступлю. Ну, потому что высшее образование нужно. Вот. Ну, теплоэнергетика. Я не жалею нисколечко. У меня очень классные друзья оттуда появились. Очень вообще такие веселые годы жизни. Пять лет это были самые лучшие, наверное. Вот. Ну, образование лежит. Лежит, ладно. Ну, и работать я не одного дня. Нет, конечно, слава богу. Потому что это же, представляете, какой урон городу, если бы я теплоэнергетики пошла. Ну, а второе откуда образование? Это просто подружка позвонила и говорит, пошли на экономику, да, пойдем. И прогулялась. На несколько лет. Да. Ну, там, честно говоря, не стоило того. Ну, ладно, тоже опыт какой-то был. Тогда я уже сама работала, все. Я уже сама могла оплатить это. Но все-таки хобби переросло в профессию, да? Фотографы ведь тоже не рождаются. Смыльницы, я знаю, что ты ходила постоянно, да, была такая возможность, что-то видимо подсматривала, да, этим глазом. А потом как это все в любовь превратилось в профессиональную? Вот, честно говоря, вот этот вот сам переход от хобби к профессии даже толком не помню, но мне это было, правда, интересно всегда. Меня прям почему-то завораживало. Я даже, когда людей с техникой видела, это прям какой-то трепет меня вызывало. Вот, а потом познакомилась с Алексеем Мусовым. Я на него смотрела просто вот какое-то божество. Для меня это было такое знакомство знаковое. Я не скажу, что я там ученица его. Нет, он меня не учил, нет. Просто мы с ним общались очень хорошо, и мне его работы вызывали восторг. Я потихонечку дальше пошла. Потом мои друзья научили меня видеомонтажу. Это тоже вообще для меня прям вот в тот момент брат с сестрой Галиевы, я им всю жизнь буду благодарна вот за это, потому что они вот меня в эту карьеру засунули. Вот прям я в секунды поняла, что вот это то, чем я хочу заниматься. Я сидела за монтажным столом, и такая, и у меня как вот сверху такое озарение, вот это оно. Мне первые несколько лет я монтировала, я просто не вставая с компьютера. Мне, если я уезжала, мне снился монтаж. Но это же и заработок. Да, да, но просто так зарабатывать не могу, должно с душой быть обязательно. Вот если я иду на съемку, и мне прям, мне очень тяжело работать, когда мне не, ну, душа не лежит. Мне обязательно надо, чтобы это доставляло удовольствие. Вдохновение, да? Необходимо? Ну, конечно, да. Ну, нет, иногда, конечно, приходится бороться и без него. Ну, куда деваться. Ну, что говорить, отличный стиль в одежде, вот шляпа сегодня, да, к чему-то в этой тишине тоже присутствует, и все это гармонично. Ну, возьми тебя сейчас и сфотографируй. Я к тому, что любишь ли ты сама позировать на фоне? Люблю. Причем раньше я достаточно долго не фотографировалась, то есть у меня как-то, ну, работаю, работаю. А потом, когда родились дети, мне надо было самоутвердиться, потому что, естественно, самооценка подупала. И я пошла на фотосессию. И я поняла своих клиентов. Боже, это, кажется, так вдохновляет. Потом ходишь неделю, чувствуешь себя просто, я богиня. А потом еще фотографии смотришь, ну, ничего, я, кажется, еще нормально. Вот. И я сейчас люблю, да. То есть вот эти фотосессии помогли тебе в какую-то форму физическую войти? И физическую, да. Ну, физическую, наверное, больше зеркало помогает войти, когда подходишь, так боже. Вот. Но фотосессии, они наоборот, они самооценку повышают. Самооценку повышают. А вот давний период твоей жизни, сегодня не знаю, какие отголоски от него, ты почему-то постоянно считала себя, прости меня за слово, жирной. Да. Ну, подружки у меня все такие вот-вот такие. Нет, я такая же была. У меня фигурка была идеальная, как выяснилось сейчас. Вот я сейчас смотрю фотографии, думаю, какая я, оказывается. Но тогда мне все время казалось, что вот тут лишнее, вот тут лишнее. Вот. Ну, это женское, это нормально. Я еще комплексовала всегда, что у меня уши торчат. Как-то прям с детства было. А потом я задумалась, хотела бы я сделать операцию. И поняла, что нет. И после этого комплексы убрались. То есть все. Я думала, а что тогда я переживаю, если я бы не сделала сама. Ну, сегодня есть в твоей жизни? Нужно меньше жрать? Конечно. Каждый день об этом думаю и жру. Твое любимое блюдо, скажи мне. Даже не думал, что я об этом спрошу тебя. Я даже не думала, что я сейчас... Я суш люблю. Вот. Да, я молчу люблю. Что вкусненькое, то люблю. Видно же. Супруг. При каких обстоятельствах вы познакомились? Вот в 30 лет ты благополучно вышла замуж. Как этот конфетно-букетный период до сегодняшних дней благополучно дожил. Ведь ты на съемочной площадке флиртуешь, прости меня, со всеми. И с мужчинами, и с девушками, и с собаками, которых ты тоже фотографируешь. А он там мужчина, возможно, ревнивый. Нет, он уверенный в себе мужчина, он не ревнует меня. А познакомились очень интересно, прям очень. Ко мне записывается на фотосессию женщина. Ну, все, я приезжаю, у нас еще визажист был, все, мы втроем с ней болтаем. И в конце фотосессии, она меня во время фотосессии спрашивает, там, замужем или не замужем, есть ли дети, там, есть ли парень и так далее. Ну, у меня как раз на тот момент прям совсем тишина была. Ну, она, говорит, она выходит от меня и говорит, говорит, у меня сын красивый, я знаю, ты моя сноха. Ну, мы посмеялись, и он, все, она ушла. Через какое-то время она его присылает ко мне за фотографиями. Ну, тогда еще на дисках это все дело было. Я ему отдаю, ну, действительно красиво. А я как раз выставку готовила «Мужчины глазами женщины». То есть там такой висех. Я к нему, значит, ну, не хотели бы вы поучаствовать. Он такой, меня это не интересует. Диск забирает, дверью хлопает и уходит. Меня вот так вот, для меня это было такой какой-то сейчас вызов. Через какое-то время, наверное, полгода прошло, она меня опять же нанимает на юбилей свой фотографировать. И они в Ленинском живут и посылает меня, его за мной. Он приезжает, он мне даже слова тебе не скажу. Еду молча. Еще такая в беленькой шубке. Он мне торт дал. Я думаю, хоть бы на эту беленькую шубку, на меня вот это вот все. Потом у меня на кофе... В смысле, подержать? Подержать, да. Я вот этот торт держу, по-моему, даже без коробки. Я не помню, что-то это было так страшно. И я вот это вот еду. В общем, доехали, все. Он мне что-то раз слово сказал, два. Потом на кофе пригласил. Ну, в общем, через полгода мы поженились. Вот. Как-то так. А так он достаточно жесткий такой, нет, не слишком сентиментальный. То есть, поэтому ему все равно, где я там флиртую. То ли во мне, то ли в себе он уверен. Бывают такие семьи, которые ты занимаешься своей работой, я буду заниматься своей работой. Да, вот у нас так. Вашей так? Да, да. У него ведь частный бизнес свой, да? Да, у него и сто. Большой-небольшой не знает сто. Чего он там, долго? Он долго. И вечером долго, и так долго. Он машины больше любит. Поэтому он в основном всегда на работе. Он приходит домой очень поздно. Единственное выходное – это воскресенье. Он вот еще так с нами его проводит. А так мы его практически не видим. Практически не видим. А вот еще раз к фотографиям. Ведь бывает такое, все равно это чувство своего вкуса. Нанять могут что угодно сфотографировать, да? Любое мероприятие. А внутреннее? Что я никогда не буду фотографировать? Постараюсь, прости меня, отмазаться, но это не мое. Я и отмазываться не буду. Я в открытую говорю, что я не фотографирую ньюборн. То есть это вот малышей до 40 дней, вот лялечек совсем. Вот это не мое. Я прям, я боюсь. Это долго, это кропотливо. Ну не знаю, я… Вот это вообще не мое. Вот это единственная тема, где я… Ну и как бы интерьеры, фудсъемку я тоже стараюсь не брать, потому что я души в этом не нахожу, а мне надо, чтобы отдача была. Мне нужен энергетический контакт. Да, я людей люблю. Собак люблю. Свадьбу люблю. Да. То, что отдает энергию тоже. То есть мне нужно, чтобы с кем-то обмениваться можно было. А вот отношения с окружающими, в первую очередь, друзей много? Да, много. Много. Ну они не просто так вот, хоп, мой друг, да, там левый. Это… Они у меня накопились. У меня все друзья, 20-25 лет, все мы вместе дружим. И потом уже как сначала поодиночке, там и парни, девушки, неважно. Потом семьями стали. У меня прям хорошая компания, очень классная. Хороший круг общения. Если я спрошу, что ты коллекционируешь, я скажу друзей. Ну я их не коллекционирую, нет, они… Я с ними дружу. Надежные самые. Надежные, да. Вся вот эта большая компания или есть какой-то круг избранных? Нет, ну костяк, конечно же, есть. Но просто не один-два человека я действительно могу положиться. Ну я не спорю, да, может быть не 100% во всех вопросах, но я точно знаю, что если, как это у меня вот недавно случилась беда, а папа умер, и поддерживали это, вот там, ну были нюансы, да, просто всем миром, оказывается, это так важно. Вот, и прям для меня это было очень… И самое главное, что в хороших моментах они тоже, они не отворачиваются, то есть они не завидуют, они действительно мои друзья. Я, ну проверены годами. То есть вкус к дружбе и к друзьям присутствует абсолютно? Умеешь разбираться в людях? Умею разбираться, да. Но вот когда возникают ситуации какие-то жизненные, ведь хочешь, не хочешь, мы иногда об этом не признаёмся, ну подлость, предательство, вот эти все, они все нас сопровождают, эти ситуации. Просто уходишь или на тебе пощёчину, и тебя не было в моей жизни? Нет, я пощёчину не убью, я просто ухожу. Мы просто так… Тихо, мирно, я никогда не скандалю, я не люблю скандалить. Вот, были моменты, конечно, ну не те друзья, с которыми вот с детства, которые, бывало, новые появляются. Ну там, да, бывают люди, это же нормально. Ну так всё-таки теряет кто больше? Я думаю, они теряют. Они теряют? Я думаю, да. А я получаю больше жизненного опыта? Да, да, я вот ко всем как к учителям отношусь. Если человек пришёл и что-то сделал не то, ну надо… Вывод сделала, пошла дальше, всё. Я в людях не разочаровываюсь. Ты сегодня подыгрываешь, играешь ли какую-то определённую роль, вот в данную секунду в этой студии? Мне кажется, все мы играем определённую роль. В каком настроении пришла изначально? Волнительно, но позитивно. Мне прям очень интересно это было. У меня сейчас есть ощущение, как будто я у психолога нахожусь. А вот о супруге говорил, я задавал вопрос, ты отвечала. Молниеносно или это так оно и есть? Если вот он приходит, он допоздна работает, это нормально, мужик, он зарабатывает деньги. Всё с чувством юмора или… Нет, конечно, там бывает… Я хочу его видеть чаще. Конечно, я хочу его видеть. У нас на этом обычно… Вот все наши недомолвки только на этом и основаны. То есть в остальном у нас как-то более-менее гармония. А вот то, что нам хочется всей семьёй его видеть чаще, да, да, есть такое. Не скрываю. Насколько это было сегодня искренне? Сто процентов. В конце программы есть совсем немного времени, когда я задаю вопросы своим гостям о личном. И какие-то вещи я даже узнал и знаю больше, чем сегодня услышал в этой студии. Ты вправе отказаться от этих вопросов и с достоинством покинуть эту студию? Вправе уйти из этой студии во время ответов на мои вопросы? Ну или вы вправе сказать, я готова ответить? Я готова ответить. Итак, последние минуты нашей программы пошли. Сколько стоит твоя фотосессия? 25 тысяч часов. Немного ли? Нет, мало. Почему не завышаем планку? Мы думаем над этим. Вы говорите, прикрываясь фотоаппаратом. Твои комплексы? Ну, с детства-то неуверенность в себе в любом случае есть. То, что я с ней работаю, это еще не означает, что ее совсем нет. Но сейчас уже все меньше и меньше, конечно же, с возрастом. Но да, в начале это фотоаппарат, это была моя защита, это прям стена перед мной и людьми. То есть вот между. Раскрепощение при помощи? Я себя гораздо комфортнее чувствую. То есть я управляю десятками людей одновременно, держа в руках вот эту штучку. Ты сегодня много рассказывала о том, что вот зеркало, оно помогает и физическую форму войти, и в какой-то период жизни не нравилось. Что-то объяснилось, что все-таки 90-60-90, но Бог тебя наградил замечательными формами. Ты прекрасно помнишь, недавно ты все-таки позволила нам соприкоснуться с твоим творчеством. Там фотосессия сотрудников телекомпании «Ирби» состоялась, и мужская часть коллектива, глядя на тебя в позе фотографа, сказала «Вау!». Скажи, пожалуйста, какой размер твоих бедер? 105 сантиметров. Специально измерила недавно. После того, когда услышала «Вау!» от наших коллег. Нет, я, честно говоря, к сантиметрам себя никогда не подгоняла, килограммам тоже. Мне главное, чтобы визуальная картинка была в моем вкусе. Мне не важно, сколько там вот эта вот веревочка намеряет. Ну, когда замерила, сказала «Хороша я». Пойдет. 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 Ты говоришь, что твой муж не ревнивый, но я знаю, что он все-таки ревнует тебя к одному человеку. В этой тишине ты готова назвать? Нет, я не готова. Слишком известный. Слишком известный. Не могу. Убьют потом где-нибудь за студией. За что ты любишь своего мужа? Он, несмотря на всю свою серьезность, он добрый. Он во всем мне помогает. Он психует, бывает, злится на меня, но все равно помогает. И у нас как-то... Я не просто так в 30 лет вышла замуж. Я вот видела, ну вот, да, мое, мое. У нас не было такого, что прям сумасшедшая любовь. Нет, у нас как-то это все так тихо, спокойно. Родной человек, вот. Люблю своего мужа за то, что он родной человек? За то, что он приносит домой деньги. Деньги. Да я, кстати, не материалист, я за это, нет. Это необходимость, оба приносим. Да он хороший просто. Он просто хороший, отличное определение. Что для тебя важнее, секс или общение? Общение. Общение. Сегодня в нашей беседе. Как я понимаю, ты признаешься, что была абсолютно искренняя. Да. Какой вопрос? Ожидала? К нему готовилась, но я его не задал. А я что-то не помню даже. Нет, вот были, которые задал, но не готовилась. А так вроде бы все, нет? Ну и счастья тебе. Спасибо. Творческого, семейного. Спасибо большое. И всего лишь лучшего. Спасибо, что была сегодня в этой тишине. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok